В Кёльне предъявлено первое обвинение в сексуальных домогательствах в новогоднюю ночь. Арестован 26-летний выходец из Алжира. Тем временем в полицию продолжает поступать заявление потерпевших уже более 800. Миграционный кризис самым негативным образом отразился на рейтингах Меркель. Уровень доверия к правящей партии, которую возглавляет канцлер, по данным немецкой газеты Bild, снизился до рекордно низкого уровня. Протесты и в других странах Европы. Павел Матвеев подробнее. Пока члены городского совета голландского города Хесх собирались на рутинное заседание, у стен муниципалитета в гораздо большем количестве собирались горожане. Несколько тысяч человек пришли выразить возмущение планами властей построить центр по приему беженств на 500 человек. В Хесхе все население 12 тысяч. Несколько тысяч пришли протестовать. 500 мигрантов, по их мнению, чересчур много для тихого городка. Начиналось все довольно спокойно, но обстановка быстро накалилась. Лозунг дисконтировали все громче, рвались петарды, в здание полетели яйца. Пришлось вызывать спецназ, который через черный ход вывел слуг народа и перевез их продолжать заседание в другом месте. Еще более примечательным инцидент в Хесхе делает то, что он такой не один. Днем ранее аналогичные события разворачивались в другом голландском городке, Гелдермалсене. Население там вдвое больше, а центр для беженцев хотят строить втрое больше, на полторы тысячи человек. Там швырянием яиц дело не ограничилось. Горожане пошли на штурм муниципалитета, и городскому начальству пришлось спасаться бегством. С Голландией же косвенно связан еще один разрастающийся скандал на мигрантскую тему. В прямом эфире одной из местных радиостанций журналист германской телекомпании ВДР Клаудия Циммерман заявила, тему беженцев власти велят им освещать по возможности позитивно. Вам откуда-то поступают указания? Ну, например, письма на электронную почту с требованиями говорить то-то и то-то? Нет, в общем нет. Но мы же общественная телерадиокомпания, а это значит, что есть различные комиссии, которые определяют, как должны выглядеть наши программы. Мы в любом случае стараемся освещать события с более позитивной точки зрения. Немаловажная деталь. ВДР базируется в Кёльне, где в новогоднюю ночь мигранты наиболее размузданно домогались немецких женщин. В попытках замолчать дело тогда обвиняли не только полицию, но и журналистов. Сейчас компания отреагировала мгновенно. На сайте ВДР появилось опровержение, где цитируют Циммерман, которая якобы уже покаялась. Под давлением прямого радиоэфира я несла абсолютную чушь. И теперь мне очень стыдно. Германская полиция тем временем призвала следить за языком пользователей интернета. Беспочвенные обвинения стражей порядка в бездействии, как утверждается, не останутся без внимания. Поводом к заявлению стало активное обсуждение в соцсетях истории 13-летней Лизы, родственники которой утверждают, что ее похитили и изнасиловали трое людей, похожих на выходцев с Ближнего Востока. В полиции накануне однозначно заявили, проведено расследование, факты похищения и изнасилования не подтвердились. Однако вечером несколько сотен человек, в основном представители русскоязычной общины, вновь вышли на улицу, желая выяснить подробности. То, что мы здесь и в таком количестве, я, честно сказать, поначалу не ожидала, что вообще такая ситуация создастся и наши люди будут так реагировать. В Норвегии недоумевают мигранты. Беженцы, попавшие в страну через Россию, объявили массовую голодовку, жалуются на несправедливость, утверждают, что их собираются выслать обратно, даже толком не поговорив с ними. Все эти семьи голодают целиком, включая детей. Никто не ест. Возмущение правозащитников вызвали слухи о том, что выдворять мигрантов норвежцы собираются так же, как те приехали — на велосипедах. Власти поспешили успокоить. В минус 25 это был бы маразм. Поедут на автобусах. Впрочем, слово «маразм» в отношении происходящего вокруг мигрантов употребляют уже и первые лица. Словацкий премьер с его помощью прокомментировал планы Австрии временно выйти из шенгенской зоны. Маразм, связанный с миграционным кризисом, продолжается. Его результатом являются шаги, предпринимаемые ныне некоторыми странами, которые ранее осуждали подобную возможность. Именно те страны, которые наиболее широко распахивали объятия в отношении мигрантов, сегодня принимают решения, направленные против шенгена. Судьба шенгена и будущей Европы в целом сейчас одна из центральных тем в речах политиков. Глава МИД ФРГ Штайнмайер напомнил, что без решений проблем на Ближнем Востоке не решить и проблему мигрантов. Они все равно будут бежать в Европу, как не пытаясь ограничить их приток. И в то же самое время та же самая Германия вместе с чиновниками из Брюсселя, как выяснили западные СМИ, работают над планом, по которому предполагается полностью закрыть для беженцев границу между Македонией и Грецией. Как они при этом видят судьбу самой Греции, на некоторых островах, которых число беженцев уже давно в разы превышает число местных жителей, не сообщается. Павел Матвеев, Александр Горностаев, Первый канал.